Набережная Ягарбы Его внук Андриан Ефимов, вспоминая рассказы деда, в детстве не раз приходил на это место и находил стреляные гильзы и пули разных калибров, монеты и пуговицы тех лет. Взгляни, взгляни, в глаза мои суровые, взгляни, быть может... Вот уже несколько лет Череповецкая ассоциация жертв политических репрессий занимается работой по сохранению памяти о репрессированных земляках. Идет поиск в архивах, записываются воспоминания детей и внуков репрессированных, собираются фотографии и документы. Задача не оценивать события начала прошлого столетия, когда миллионы людей были выселены с родных мест, оказались в лагерях по обвинениям, часто надуманным и недоказанным, расстреляны без суда и следствия. Задача ассоциации – сохранить историю для потомков с одной единственной целью, чтобы подобного не повторилось. Прежде всего, подвергся репрессиям мой прадед. Это моей бабушки отец. У него был кирпичный завод, у него была мельница, большой дом. Кирпичный завод, мельницу отняли. Продолжение всех вот этих гонений на нашу семью – это моего дедушки. Когда над семьей Петуховых из деревни Мыдива нависла угроза раскулачивания, написали заявление в сельский совет о признании их крестьянами, живущими собственным тяжелым трудом. Не помогло. В 1931 году Всеволода Петухова, его жену и четверых детей выгнали из дома и отправили на спецпоселение в далекий Магнитогорск. Брат Всеволода, Александр, разделил судьбу родных, отправился с ними. Много лет спустя потомки Петуховых нашли дневники Александра, в которых вся боль его души, непонимание того, за что с ними так поступили. 24 мая, суббота, ведра, жарко. Делали табуреты и шкафчик для палатки скорой помощи. Утром, когда мы уехали на работу близ Магнитогорска, разгружали эшелон семей из Ивановской области. Что-то творится в нашем месте. Вероятно, тоже слезы и горе. В ссылке умерли Всеволод и его жена Мария. Александр взял на себя воспитание племянников. Через год им разрешили вернуться на родину. Дядя Саша был, по-моему, знаете, как левша. Он на все руки мастер. Вот это мялка. Дядя Саша делал таких мялок, по-моему, одна мялка в день. Все, что угодно он мог сделать. Он, то есть я, дядя Саша, как бы теперь уже, да, потому что он воспитывал этих детей. И они выросли все очень достойными людьми. Мы жили в этой деревне, в которой его раскулачивали. Раскулачивали наши деревенские люди. Я никогда не знала. Я не знала, кто раскулачивал. Я вообще не слышала этих разговоров. За трудолюбие пострадала и другая мексинская семья – Лебедевых. Всю жизнь эти люди занимались земледелием и скотоводством. Глава семьи Тимофей был мастером на все руки. В годы коллективизации под страхом быть выселенными с родной земли, всю землю и скотину Лебедевы отдали в колхоз. Тимофей пошел работать на конюшню. Его жена Мария на скотный двор. Но в декабре 37-го в дом пришла беда. Тимофею велели явиться в милицейское отделение. Домой он не вернулся. Лишь однажды дочери Валентине удалось увидеть отца через тюремное окно. Она, конечно, увидев его, оторопела. Он был весь больной, измучен, обросший. Она даже слова сказать не могла, увидев его. А он тоже, видимо, схватился за решетку. И от переполнения чувств он тоже слова сказать не мог. И только все повторял ей – Валюшка, Валюшка. А она, наконец, спросила – тятя, за что тебя арестовали-то? А он ей говорит, что я ни в чем не виноват. Меня заставляют подписывать какие-то бумаги, но я не виноват. После ареста отца наступили тяжелые дни. Деревенские указывали в сторону их дома. Семья врага народа. Сторониться стали. Родные знали, что Тимофей ни в чем не виноват. Надеялись, разберутся и отпустят его домой. Но разобраться удалось только спустя 50 лет. В 89-м году по запросу моей мамы пришел ответ из ФСБ Вологодской области, что Лебедев Тимофей Павлович за решением тройки НКВД, за антисоветскую агитацию, 1 февраля 1938 года был расстрелян. Ну а чуть позже пришла справка о его реабилитации. Именно 1937-38 года историки считают пиком репрессии. 2 июля 1937 года Политбюро ЦК ВКПБ рассмотрело вопрос об антисоветских элементах и предложило в пятидневный срок представить состав троек, а также количество подлежащих расстрелу и высылке. Каждая республика, область получили свой план на подлежащих репрессии. На европейской части России операция была назначена на 5 августа. Череповец и его округа входили в то время в состав Ленинградской области. Согласно плану, к расстрелу по области необходимо было приговорить 4000 человек. К заключению в лагеря и тюрьмы – 10 тысяч. Следствие объявлялось ускоренным и упрощенным. Большая комната, квадрат. Окно я увидала в клетку. За ним на воле. В нежных листьях ветки. Отец приходу нашему был горько рад. Свидание кончится. Сибирь. Десятилетка. Эти стихи Нелли Русакова написала в память об отце. Ветеринарный врач Череповецкого района Валентин Моисеевич Русаков был арестован в 1937 году и осужден на 10 лет лагерей по ложному обвинению в политических преступлениях. А ведь он, по воспоминаниям родственников и знакомых, был настоящим энтузиастом своего дела. В общем, вот такой был энергичный и очень любящий работу. Мою маму, свою жену. И взаимная у них любовь была, сильнейшая. И он был счастлив, когда его неожиданно забрали. Естественно, его обвинили, что он враг народа. Мама вообще в обморок упала в школе, когда услышала странные слова. Обвинили в том, что он там изводит какие-то коней или кровь. После 10 лет, проведенных в лагере на Урале, он вернулся в Череповец и снова работал ветеринаром. Но в 1950 году Валентина Моисеевича опять арестовали. Еще три года он провел в ссылке в Новосибирской области. Родители мамы моей, Фокины и Кожевниковы, обоих дедов у мамы в 1937 году арестовали. И буквально через месяц они прошло, расстреляли. Обоих увезли в Ленинград с разницей в полтора месяца. До середины 60-х, когда пришли уже документы на реабилитацию, они думали, что они где-то работают. Так как были работящие, ну не могли понять, как это стариков в принципе расстреливать. Одному 68, другому 63. Папа бабушки до революции перебрался сюда, открыл свою скобяную лавку, стал заниматься строительством, кройкой и шитьем. Ну после революции повеяло новыми изменениями. Он, конечно, все понял, это все распродал. Устроился в артель инвалидов труд, сторожем. Но все равно не забыли, не простили. Второй прадед, он торговал, ну печатной продукцией, будем так говорить, брошюры, журналы, ну вот не простили. Оба прадеда, Вадима Данилова, были расстреляны в Ленинграде. Точно известно, что один из них похоронен в Левашовской пустоши, бывшем тайном могильнике НКВД. Никто тогда не знал, что происходит за глухим забором, которым огородили участок леса близ поселка Левашова. По ночам сюда приезжали крытые фургоны. Кладбище оставалось засекреченным до конца 80-х годов. Теперь это настоящий народный мемориал, символическое место памяти о погибших соотечественниках. Здесь захоронено около 45 тысяч жертв репрессий. Деда впервые числа забрали. Если я из этих книг прочитала, приказ вышел 5 августа, то его забрали 6 августа. И вот расстрелян 31-го. У него было 5 сыновей, вот я насчитала сегодня, дочь старшая. И дед остался в семье среднего сына. Его жена уже умерла. Работал в колхозе плотником. Забрали машину и проститься никому не разрешили. А одна говорила, что у него одного в деревне полкрашенный, вроде такой, с завистью. У него одного в деревне полкрашенный. Вот потому и забрали. Семьи трех сыновей Ефима Климина жили в Ленинграде и не знали, что отец покоится рядом, пока внучка Ида не нашла родную фамилию в списках захороненных на Левашовском кладбище. Другой дед Иды Климина и Дмитрий Ионин также подвергся репрессиям. Был сослан в Сибирь, где умер от голода. В память о нем у семьи остался лишь этот дом в Мяксе. В самом Череповце немало мест свидетелей тех страшных событий. Город был перевалочным пунктом. На пути следования политзаключенных места не столь отдаленные и конечным пунктом для многих из них. По воспоминаниям череповчан, вот эта часовня на берегу Ягорбы выполняла роль вокзала для этапируемых. Их туда набивали с таймя, как сельдий, держали на голодном пайке, а при малейшем намеке на недовольство стреляли по окнам. Иные указывали на детприемник на улице Дзержинского, в подвалах которого якобы расстреливали политических. Именно здесь, вот рядом с этим бульваром, который был в моем детстве, всегда был красивый этот липовый бульвар, оттуда было печальное здание тюрьмы Череповецкой. Это место трагическое для нашей семьи, потому что в 1937 году два последних месяца жизни в этой тюрьме провел мой отец. Евгений Овчинников был уважаемым человеком, старшим агрономом Череповецкого района. Жена тоже была агрономом. Двое детей. Счастливая жизнь рухнула в одночасье. 11 сентября 1937 года Евгений Яковлевич был арестован. Его дочь Галина помнит, как отца водили на допросы из тюрьмы в здании НКВД на другой конец Советского проспекта. И как мама брала их с сестрой, каждый день в одно и то же время они ходили вокруг тюрьмы. Надеялись, что муж и отец их увидят. Казалось, что не напрасно. В октябре, он сентябрь-октябрь сидел, в октябре к маме на работу пришел человек, который сидел в одном камере с отцом, но его выпустили. И он сказал, что он пришел по просьбе отца, потому что тот очень просил, а я не мог отказать такому хорошему человеку. И вот он говорит, чтобы она не верила, что он признается, никаким вредительством не занимался, ни в чем не сознается. Ну и потом этот человек сказал, что каждый вечер в 7 часов он становится на плечи своих сотоварищей, потому что окно было очень высоко в камере, и ждал нас. И радостно вскричал, вот они, опять мы не пришли, опять мы не пришли. То есть вот он видел нас. Через два месяца Евгения Овчинникова отправили в Ленинград. Его жена, несмотря на конвоиров и собак, до самого железнодорожного вокзала шла рядом с колонной. Сбоку от вокзала был тупичок, он и сейчас есть, там стояли товарные вагоны. Анна крикнула вслед мужу, я следом за тобой приеду. Он ответил, тогда обратно вместе. Но найти в ленинградских тюрьмах мужа Анне Овчинниковой не удалось. Ей сказали, что Евгений осужден на 10 лет в лагерей без права переписки. Но оказалось, что череповецкого агронома сразу же расстреляли. Похоронен он все на том же Левашовском кладбище. К концу 37-го планы на аресты и приговоры были даже перевыполнены. Но в начале следующего года репрессии продолжились. Происками мнимых врагов тогда объясняли невыполнение планов пятилеток. Брак при изготовлении продукции, неурожай и падеж скота в колхозах. Повсеместно прошли показательные процессы над врагами народа, вредителями. Газета «Коммунист». Статья Васильева. Процесс вредителей завода «Красная звезда» от 1 марта 1938 года. Бывший директор завода Воробьев хитрый, увертливый преступник. Показания свои он начинает с глубокой истории производства ленотрепальных машин, пытаясь отвлечь внимание суда от основных вопросов по делу. Он не хочет признавать себя виновным в сознательном вредительстве. Путает, лжет, перекладывает ответственность на технический персонал, на другие предприятия, наконец, на колхозы. По данным областного управления ФСБ, за период политических репрессий в Вологодской области было привлечено к уголовной ответственности по политическим мотивам и реабилитировано более 22 тысяч граждан. Из них в Череповецком районе 1392, в Череповце 382 человека. Более тысячи человек находятся в списках административно высланных, а позже реабилитированных. В общей сложности электронные базы данных областных управлений МВД и ФСБ содержат сведения о почти 40 тысячах человек. И эта цифра не является окончательной. Работа по сохранению памяти репрессированных продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова